всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео будет обрезка и омоложение стефанотис если кто-то смотрит постоянно мои видео они знают каких размеров у меня вырос мой стефанотис но месяц назад произошел какой-то казус я просто его не показывала думала как-то его что-то так думаю не понравилось ну у него видите он у меня вялый и листики остаются уже такими вялыми на протяжении уже одного месяца ничего не помогает что я пыталась не сделать в общем я решила его омолодить причем я нарезала уже веточку срезала поставила просто в воду он прекрасно дал корни я его к укоренила он у меня уже растет от него уже к веточке и там еще в стаканчиках ну в общем и здесь сейчас обрежу общем материала будет очень много посадочного ну у меня же на нем еще и плодик есть завязались семена вот хочу сейчас его этот плодик обстричь вот он видите какой и он уже видите как сморщенный здесь такой становится ну конечно же он не вызрел потому что он должен желтым цветом быть и я смотрела что он должен быть вообще такой же сморщенный но желтым цветом вот я его хочу как бы вот тут веточка такая да я его хочу так вот с веточками срезать и положить положить его и может быть он сам дойдет может быть созреет сам как наши помидоры например в сибири ну в общем сейчас все равно уже терять нечего потому что ветки там сухие это очень много и ему тяжело и не справиться ему будет и тем более уже красоты там не будет никакой ну вот он как раз вот на такой веточки я его просто сейчас вместе с веточкой так это что у нас тут что случилось знаю что произошло уход как обычно был смотрите но я считаю как я думаю у него просто вот здесь ветка уже толстая просто я ее хочу подлиннее оставить даже здесь листочки такие не знаю удастся мне его вообще спасти потому что вот эти вот все ведь и они ломаются они сухие уже толку не будет ну вот буду его конечно сейчас покороче попробую вот так вот как-то это пойдет у меня просто тяжело так сориентироваться то тяжелый да моему степанокису уже конечно много лет может быть и просто уже от старости конечно он у меня захондрил ну в общем буду резать вот так вот потому что его очень тяжело держать он тяжелый ну в общем кое-как ему обстригла эту его шевелю вот здесь видите сколько у меня материала на укоренение здесь от конечно я вообще не знаю что мне сделать честно говоря либо оставить вот эту вот потолще а вот это вот все убрать потому что потому что здесь есть и засохшие здесь потому что есть и такие уже сухие ветки вот у него вот это вот идет толстенькая я вот думаю ее сейчас я оставлю вот по максимуму вот она идет вот сюда пошла и вот сюда вот здесь я обрежу и и вот эти все по моему надо убирать все сухое но меня конечно он радовал своим цветением много лет он у меня лет восемь наверно вырастила его совсем из маленького купленного в обычном цветочном магазине уход я не меняла что с ним случилось вообще не представляю ему так легче будет бороться потому что я его горшок большой корней много я думаю все равно там тем более но вот эти сухие ветки а вот эти толстые ветки она живая то есть когда обрезаешь там и зеленые есть на месте среза может придется просто вырастить уже новое растение если не даст побеги ну вот что осталось от моей гордости степануйте со гигантом ну вот эти веточки кстати они живые выделяют сок и они зеленые все-таки я думаю ему сейчас будет легче и я думаю что он выпустит новые побеги и омолодиться если даже не получится спасти то взрослое растение то у меня вот здесь укоренились от него два отростка то есть у него в воде прям вообще очень хорошо укореняется за две недели такие корни хорошие толстые дал я посадила и вот они растут земля рыхлая они так теплом месте стоят у меня поливаю редко и сильно заливать там нельзя и вот здесь сколько у меня материала еще я вот просто даже париться не буду чтоб тепличку какую-то вообще в воду просто в воде укореняется я просто буду такие нарезать причем я заметила знаете что еще он даже корни не дает не то что вот нужно удалось здесь допустим чтобы корни пусть он даже дает просто на ветке вот я специально там поставила один значит срезала хорошо а второй просто оставила и вот так на ветке поставила что вы думаете одинаково абсолютно то есть вообще очень хорошо укореняется здесь вот видно что листья потеряли туго а воду поставила они принципе сразу и такие стали как обычно твердые зеленые но вот эту вот веточку прям так и поставлю воду и просто поставлю здесь много придется мне ну все конечно не буду показывать как я укореняю просто я наберу сколько в баночку влезет и пусть они дают корешочки ну вот директор тоже пришел посмотреть что здесь творится да симоша и выводить наш обрезали ну вот настригла себе вот таких вот черенков я поставлю на укоренение уже говорила что они укореняются очень легко и остался у меня вот такой лодик тоже положу я не стану его с ветки убирать пусть он на веточки будет может быть он как-то и дозреет ну не дозреет не дозреет ну конечно было бы сейчас весна не осень то на поправку пошел бы быстрее он конечно но деваться некуда было и нужно было его обрезать сейчас я разведу водичку сыпи нам и попрыскаю это стимулятор роста думаю что в общем сниму вам видео обязательно будут улучшения у него или нет или можете посоветовать мне что с ним сделать написав комментарии и конечно же я его поставлю на солнечную сторону чтобы ему было светло увидимся следующий и и и